Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «География», 10 класс, серия «Полярная звезда», издательство «Просвещение». Параграф 32. Мирохозяйственные связи и интеграция. Основные формы мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. Сегодня прогресс любой страны неотделим от ее участия в мировом обмене материальными и духовными ценностями. Занять определенное место в глобальной экономике и международном разделении труда – большая удача для государства, которое приносит ему существенную экономическую выгоду. Для успешного выхода на мировой рынок необходимо иметь многое – развитую экономику, высокий уровень используемых технологий, высокопрофессиональные кадры, расторопное правительство, предприимчивых бизнесменов, свободно конвертируемую национальную денежную единицу. 1. Конвертируемость. Способность национальной валюты свободно обмениваться на иностранные валюты как в своей стране, так и за рубежом. Многим для вас это может показаться странным, такое определение, но на самом деле в некоторых странах присутствует жесткое ограничение на цену иностранной валюты, то есть так называемый государственный курс иностранных валют. И нередко этот государственный курс может сильно отличаться от реального курса. Я прекрасно знаю, сам сталкивался с подобными вариантами, когда государственный курс составлял всего 100 единиц, а негосударственный – 1000. То есть если вы обменивали валюту у государства, то есть, например, 100 долларов у государства, то, собственно говоря, вы получали всего-то 1000. А вот если вы обменивали на так называемом черном рынке, у простых менял на обычном рынке, то вы получали, естественно, в 10 раз больше – 10 тысяч. Вот такова разница конвертируемости между государственным и, так сказать, обычным рыночным курсом. Но, как правило, во многих государствах рыночный курс обмена валюты, который, собственно говоря, и в России существует. Существует множество форм международных экономических связей. Внешняя торговля и экспорт капитала явно доминируют в мире над всеми другими связями, будучи примерно равновеликими по объему задействованного капитала. Объем внешней торговли государств обычно определяется внешнеторговым оборотом, то есть суммой экспорта и импорта в стоимостной форме. Этот показатель отражает степень участия страны в международном разделении труда. Для регулирования внешней торговли страны используют таможенные тарифы и количественные ограничения. В первом случае государство, облагая таможенной пошлиной ввозимый товар, делает его дороже, а значит менее конкурентно способным, что помогает поддерживать свою экономику. Во втором случае удорожается отечественная продукция и тем самым сдерживается ее нежелательный вывоз за пределы страны. На примере России я приведу пример, что в России вывозные пошлины существуют на нефть, газ, металлы, то есть на сырьевые товары, в то время как ввозные импортные пошлины существуют как раз-таки на автомобили, бытовую технику и так далее. Это все принуждает многие, ну во всяком случае раньше принуждало многие иностранные компании локализовывать производство, то есть строить заводы по производству автомобилей, бытовой техники на территории России, таким образом создавая многие рабочие места и развивая российскую экономику. При этом в свою очередь вывозные пошлины на нефть, газ, уголь и так далее наполняют государственный бюджет. Несмотря на глобализацию мировой торговли, доминируют в ней высокоразвитые страны, Китай и новые индустриальные страны. Согласно данным мировой статистики, на страны Северной Америки, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 90% объема мировой торговли. Конкуренция между главными экспортерами иногда доходит до уровня торговых войн, к примеру, торговые войны между США и Китаем, Западной Европой и Китаем. Внешнеторговый оборот России пока уступает наиболее развитым странам, а ее экспорт носит в значительной мере ресурсно-сырьевой характер. Главная задача в области внешней торговли для России состоит в облагораживании отечественного экспорта за счет снижения доли нефти, газа, лесокругляка и т.д., повышения удельного веса продукции обрабатывающей индустрии. Ведущее место в торговле с Россией занимает Китай. Росту товарооборота со странами Запада препятствуют многолетние санкции, носящие строго политический характер. Роль слабо развитых стран Африки, Латинской Америки и Азии сводятся к поставкам на мировой рынок главным образом минеральных ресурсов, древесины, кофе, какао, арахиса, бананов и т.д. Ни одна страна мира не может эффективно развивать хозяйство без экономических связей с другими государствами. Внешняя торговля – самая старая и распространенная наряду с экспортом капитала, форма экономических связей. Экспорт капитала и другие формы мирохозяйственных связей. Капитал экспортируется в двух основных формах – предпринимательского капитала, т.е. вложения в экономику, и судного капитала, т.е. займов. Предпринимательский капитал часто ассоциируется с прямыми инвестициями, в которых страна обычно заинтересована больше всего, в то время как скупка ценных бумаг, скупка облигаций и т.д. являются так называемыми портфельными инвестициями. Растущая роль экспорта капитала в современном мире связана как с успешным формированием рыночной экономики во многих развивающихся и бывших социалистических странах, так и с окончательным переходом мировой валютной системы от расчетов в золотом эквиваленте в денежном. Так вот, экспортом или вывозом капитала называют перемещение за границу денег или средств производства с целью получения прибыли. Т.е. то, о чем здесь идет предпринимательский капитал вложения в экономику – это как раз-таки строительство, например, предприятий с целью получения прибыли на территории другой страны. Т.е. современная география вывоза капитала определяется соотношением экономических сил в мире. Т.е. в этой сфере господствуют крупнейшие мировые банки и транснациональные корпорации, а также международные валютные институты, такие как Международный валютный фонд МВФ. Т.е. крупнейшие экспортеры капитала в мире – США, Япония, Китай, Великобритания, Германия. Т.е. в последние годы по мере формирования рыночной экономики экспортировать капитал стала и Россия. Основными местами приложения иностранных инвестиций служат не слаборазвитые страны, а развитые. К числу важнейших форм международного сотрудничества относят международный туризм, на долю которого приходится до 6% общего объема мирового экспорта. Такие страны, как Испания, Греция, Италия, Египет, Мексика, давно уже превратили обслуживание туризма в одну из основных отраслей специализации своей экономики. Расширяются кредитно-финансовые отношения, связанные с предоставлением кредитов и суд. Увеличиваются объемы предполагаемых экономических услуг, например, обслуживание иностранных судов, заходящих в порты. Специфическими формами международных экономических связей в условиях научно-технической революции стали научно-техническое сотрудничество, например, в создании индустриального термоядерного экспериментального реактора, так называемый ИТЭР, то есть это именно термоядерная энергетика, но успехи у нее весьма скромные, обмен различными патентами, лицензиями и так далее. Расширение различных форм хозяйственных связей приносит экономическую выгоду странам, способствует укреплению мира, расширению культурных связей. Мирохозяйственные связи страны определяются уровнем ее социально-экономического развития, специализацией в международном разделении труда и так далее. Экономическая интеграция Одной из форм проявления мирового процесса интернационализации производства является экономическая интеграция. Она позволяет государствам более экономно использовать ресурсы, улучшать территориальное разделение труда. При этом происходит не только расширение внешней торговли, но и углубление всесторонних связей, сращивание производственных процессов отдельных стран. В начале 21 века процессы экономической интеграции наиболее отчетливо проявляются в трех крупных регионах мира. В Западной Европе – это Европейский Союз, в Северной Америке – соглашение о свободной торговле США, Канада, Мексика и в Тихоокеанском регионе – страны Осеан. Но наиболее классический вариант региональной экономической интеграции представляет собой все же Европейский Союз в составе 27 на 2020 год европейских государств. Основой политики ЕС являются пять принципов. Первый – свободный торговый оборот, свободная торговля. Второе – свободное передвижение граждан стран, членов ЕС. То есть никаких таможен, никаких ВИС, ничего подобного нет. Третье – свобода выбора места жительства. Четвертое – свобода предоставления услуг. Пятое – свободный оборот капиталов и свободный платежный оборот, то есть трансферт капиталов, единая валюта. Экономическая интеграция – процесс развития устойчивых взаимосвязей государств, ликвидация между ними барьеров торговли, сближение их рынков с целью образования единого экономического пространства. По инициативе ЕС была создана так называемая Шенгенская зона по названию небольшой деревеньки на берегу реки Мозель в юго-восточной части Люксембурга, где в 1985 году было подписано известное соглашение. В пределах этой зоны действует единый пограничный контроль на внешней границе, при въезде и выезде, но без контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону. В Шенгенскую зону входят как страны-члены ЕС, так и другие европейские государства. К этому следует добавить, что большинство стран ЕС ввели в обращение единую валюту – евро, образовав еврозону. Постепенное проведение общей политики в таких областях, как дипломатия, юстиция, полиция, оборона, поэтапное ограничение суверенитетов стран ЕС в экономической и внешнеполитической сферах, могут привести в случае полной реализации маастрикских соглашений к превращению ЕС в подобие федеративного или конфедеративного государства со всеми подполноценными атрибутами единого государства. Ну, на самом деле, я скажу так, в нынешние времена я уже не верю в то, что ЕС вообще станет хоть каким-то государством. Сейчас уже идет скорее процесс развала этого ЕС, чем процесс какой-то там интеграции. Шенгенское соглашение. Договоренность об отмене паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского Союза и некоторых стран, не членов ЕС. Среди других интеграционных союзов упомянем Североамериканскую ассоциацию свободной торговли в составе США, Канады и Мексики. Соглашение о ее создании вступило в силу в 1994 году. Ключевые элементы этого соглашения таковы. Первое. Ликвидация всех таможенных пошлин во взаимной торговле. Второе. Поэтапное упразднение нетарифных барьеров во взаимной торговле товарами и услугами. Третье. Смягчение режима для американо-канадских капиталовложений в Мексике. Четвертое. Либерализация условий для деятельности банков США и Канады на мексиканском рынке. Пятое. Создание американо-канадско-мексиканской арбитражной комиссии. Их реализация позволяет соединить экономическую мощь США, природные ресурсы Канады и дешевую рабочую силу Мексики, что дает возможность странам, участницам соглашения, более успешно конкурировать со странами Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Японии. Речь идет об формировании целостного рыночного пространства континентального масштаба. Это, несомненно, должно оказывать большое влияние на все западное полушарие и вызывать серьезные экономические и политические сдвиги. Но на самом деле не вызвало. Интенсивно развиваются интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе АТР. В частности, в рамках Ассоциации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, объединяющей более 20 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные сферы деятельности АТЭС – сотрудничество в области международной торговли с целью ее либерализации и расширения масштабов, технологическое развитие стран региона, а также создание высокоразвитой инфраструктуры, объектов транспорта, связи и т.д. На рисунке 67 показаны интеграционные объединения стран Азии. Они нацелены на сотрудничество в сферах экономики, культуры, политики. Так вот, какие существуют интеграционные объединения в странах Азии? Во-первых, это Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии. Туда входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. Далее – Комитет сотрудничества арабских стран, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Далее – Шанхайская организация сотрудничества, куда входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и, если не ошибаюсь, в 2023 году полноценно в состав ШОС вошел Иран. Далее – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – Ассиан. Туда входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. В целом, в Латинской Америке, Африке и Азии существует более трех десятков зон свободной торговли, таможенных или экономических союзов. Однако незрелость социально-экономических отношений, примитивность отдельных национальных хозяйств, неразвитость рынка обрекают такие союзы на неудачу. Что же касается экономической интеграции стран СНГ, то степень ее жизнеспособности, по-видимому, будет определяться позднее. Глобализация современного мира проявляется в расширении и углублении экономических связей между государствами, в сращивании производственных процессов и банковского капитала отдельных стран, в экономической интеграции стран и целых регионов. Запомните Внешняя торговля Экспорт капитала Внешнеторговый оборот Конвертируемость валюты Капитал Предпринимательский судный Международный туризм Кредиты и займы Экономические услуги Научно-техническое сотрудничество Обмен патентами и лицензиями Экономическая интеграция Вопросы и задания Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте Ссылка на нее есть в описании под видео Первый вопрос Выберите верные ответы Какие формы мирохозяйственных связей сегодня преобладают? Международный туризм и экспорт капитала Нет Кредиты и займы и экспорт капитала Да, совершенно верно Внешняя торговля и экспорт капитала И вот ответ В является самым верным Внешняя торговля и экспорт капитала Являются самыми преобладающими Более 80% занимают Второй вопрос Выберите верный ответ Объем внешней торговли определяется Суммой экспорта Внешнеторговым оборотом Суммой импорта Внешнеторговым оборотом Проще говоря Продает ли страна на большую сумму, чем она покупает? Огромная проблема Огромного количества современных стран в том Что они покупают Гораздо больше, чем продают Вернее, покупают на большую сумму, чем продают Страны, которые продают на большую сумму, чем они сами покупают Это очень небольшое количество стран в мире И по сути дела Это как раз и самые развитые страны К примеру, Германия, Япония, Китай, Россия Это те страны, которые, как правило, продают на большую сумму, чем они покупают В то время как Соединенные Штаты, например, производят очень мало Поэтому их внешнеторговый оборот страшно убыточен Они покупают гораздо больше Там почти полтриллиона Разницы между продажей и покупкой То есть продают они на триллион А покупают на полтора триллиона И эти 500 миллиардов долларов, которые возникают дефицита бюджета торгового баланса Они вынуждены покрывать различными займами Именно поэтому так колоссально растет государственный долг США Третье Выберите верные ответы Крупнейшие экспортеры капитала в мире США, Египет, Германия, Китай Нет, Египет не является экспортером Б США, Китай, Япония, Великобритания Совершенно верно В США, Испания, Германия, Великобритания Испания не является экспортером Правильный ответ Б США, Китай, Япония, Британия Четвертое Почему внешняя торговля и экспорт капитала считаются наиболее важными формами экономических связей? Ну внешняя торговля это вообще одна из древнейших форм экономических связей и так далее Экспорт же капитала позволяет неразвитым или слабо развитым странам получать доступ к достаточно высокоразвитым технологиям и таким образом ускорять свое собственное развитие Так что экспорт капитала тоже является крайне выгодным Ведь посмотрите, где-нибудь в начале нулевых годов Россия в плане производства автомобилей была крайне отстающей страной Но именно за счет постоянного экспорта капитала в России были построены десятки новых автозаводов Которые начали производить достаточно современные автомобили, ну конечно же и на других различных западных марках Но и тем не менее, Россия стала производить эти самые автомобили, создала большое количество рабочих мест и самое главное получила доступ к современным технологиям автомобилестроения Тем самым смогла улучшить свои собственные марки автомобилей Шестое, хотя нет, извиняюсь, пятое Для каких стран особенно характерна такая форма экономических связей, как экспорт капитала? Это США, это Британия, Германия, Япония, Китай Шестое, какие страны и почему лидируют в развитии международного туризма? Ну разумеется, это те страны, где есть какие-то всемирно известные туристические объекты Например, у России Санкт-Петербург, он очень известен, да и Москва тоже с Кремлем, Алмазным фондом и так далее очень известны В Мексике это, разумеется, огромное количество различных древних южноамериканских пирамид и так далее Цивилизация инков, вернее цивилизация ацтеков, цивилизация майя на ее территории, останки их строений Они очень и очень известны и популярны, привлекают туристов Египет тоже фактически чуть ли не половину бюджета наполняет за счет туристов А рабочих мест там вообще, именно туризм создает чуть ли не основные рабочие места Очень большое количество мелких стран, всяческие Мальдивы и тому подобные, они тоже существуют в основном за счет туризма Таиланд, кстати, тоже очень зависит именно от туризма Седьмое, в чем состоят побудительные мотивы процесса региональной экономической интеграции? Каковы ее отличительные черты в Западной Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, постсоветском регионе? Ну, побудительные мотивы процесса региональной интеграции простые Есть какое-то достаточно серьезное, хорошо развитое государство, как правило А вокруг него есть определенное количество более слабых государств То есть, например, Россия на постсоветском пространстве Китай в Азиатском регионе Соединенные Штаты в Северной Америке Бразилия на территории Южной Америки Другие страны хотят активнее торговать с этим государством То есть, получить доступ к внутреннему рынку этого государства С тем, чтобы больше зарабатывать и больше развивать свои собственные производства Вот в этом случае и заключается то самое соглашение о свободной торговле Тут, как правило, возникает гораздо большая помощь от сильного к слабому На территории Европы ситуация другая Дело все в том, что там, конечно, есть определенный экономический лидер Германия Но при этом остальные страны, вроде той же Франции, например, вроде Великобритании Они не сказать, чтобы так уж сильно уступали Германии По этой причине на территории Европы интеграционные процессы были направлены на несколько другое Изначально они просто хотели предотвратить новые мировые войны Которые приходили именно из Европы И, собственно говоря, вроде как им это в целом удалось добиться В нынешней ситуации интеграция в Европе очень и очень сильная И какое-то одно государство начать какую-то войну на европейском континенте Оно не в состоянии, потому что слишком сильно будет нанесен удар по этой самой стране Далее Восьмой вопрос Приведите факты, поколебавшие в последние годы жизнеспособность Европейского Союза Во-первых, это огромное количество мигрантов Они очень сильно нанесли удар по экономическому могуществу Европы Потом это экономический кризис, начавшийся в 2008 году и не прекратившийся Кто бы вам что ни говорил, я скажу В 2023 году экономический кризис, который начался в 2008 году, не прекратился Наоборот, он только развивается, ускоряется и все больше поглощает все больше и большее количество стран То есть ситуация все больше ухудшается По сути дела, очень небольшое количество стран продолжают развивать экономику У всех остальных началась рецессия Спад экономики И это очень сильно беспокоит Особенно страны Запада У которых рецессия бьет еще больнее, чем по слабо развитым странам Так что у Европейского Союза проблем очень много Девятое С помощью текста параграфа составьте схему основных форм международных экономических связей Отметьте связи, являющиеся относительно новыми Относительно новые это, разумеется, научные отношения Они наиболее новые То есть различные появления различных дополнительных научных лабораторий Какие-то центры научной интеграции и тому подобное Их довольно-таки много сейчас появляется И появились они только в 21 веке Еще в 20 веке такого просто не было Десятое Потенциал международного туризма в России высоко оценивается западными экспертами По прогнозу ВТО в ближайшие годы наша страна займет прочное место в десятки стран лидеров в этой сфере экономики Наиболее привлекательными регионами туризма для иностранцев уже давно стали Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца Также иностранные туристы стремятся посетить Байкал, Камчатку, Кавказские и Минеральные воды Первое Какие регионы Российской Федерации, кроме отмеченных, могут привлекать интерес иностранных туристов? Я бы сказал, что, разумеется, это регион Крыма Особенно если санкции будут сняты, то, разумеется, Крым будет привлекать иностранных туристов И за счет своей природы, и за счет своего климата, и за счет своей очень богатой истории Причем очень богатой и разнообразной истории, Крым будет привлекать международных туристов Потом, в принципе, это горы Алтая Там тоже есть с чему развиваться, что развивать и как развивать Второй вопрос Какие страны и почему являются лидерами в развитии международного туризма? Франция, США, Испания, Италия, Мексика, Египет, Турция Это те страны, которые очень привлекают туристов Но Египет, Турция, Греция, Италия Это те страны, которые привлекают туристов скорее за счет своего климата и истории А, например, Франция, Испания, Соединенные Штаты Они привлекают туристов скорее за счет своей определенной истории за счет огромного количества музеев и различных культурных объектов, которые находятся на этой территории. В музеях Соединенных Штатов, например, огромное количество самых разнообразных культурных объектов, которые, естественно, привлекают туристов со всего мира.